Приветствую вас. Смотрите, вы говорите, как с таким человеком вести диалог, отношения. Что такое отношения, я не знаю. Тут нужно более, наверное, детализировать, потому что люди часто используют слова отношения, но что имеется в виду, не ясно. А что касается диалога, то здесь ситуация такая, ну, в диалоге есть цель, есть мотивация, то есть, если я веду диалог, то зачем? И, как бы, зачем, да, и из чего? То есть, я говорю, говорю, из какого мотива, да, вот. Вот, собственно, и все. Если вы ведете диалог, ну, с человеком, и вы знаете его особенности, то вам нужно корректировать свои цели диалога с таким человеком. Это первое. А второе, это то, что если, например, ваши потребности, ну, вот, посредством диалога реализовать не получается, да, вот, то вы или ищете другие способы, вот, или выходите из диалога с человеком. Вот. Вы-то пытаетесь сказать, что? Что вы его переделать хотите? Вы-то пытаетесь сказать, что? Что вот ему не важно мне мнение, да, другое. Он прямо говорит, не важно мне другое мнение. А вы говорите, вот я сейчас что-нибудь придумаю, и ему станет важно мнение другого. Что? Это не так работает. Это работает так, что либо человек находит в себе ресурс для того, чтобы принять чужое мнение, или нет. У вашего партнера этого ресурса нет. Соответственно, все. Ведь принятие чужого мнения, да, означает что? Некую внутреннюю работу. Если ваш партнер к этой внутренней работе не привык, то и ожидать этого не стоит. Поэтому, если вести диалог, то не в рамках, наверное, какого-то доказательства, не в рамках заявления о себе и так далее. Вы готовы на такое? Если да, введите диалог с учетом этих моментов. А если нет, а зачем вести диалог тогда? Понимаете? Еще один момент. Делаться не в диалоге. Понимаете? Слова это просто слова. Помимо того, что вам нужно говорить на языке человека, готового говорить, но желательно. Помимо этого, есть еще момент такой, что за диалогом, ну, следует действие. Например, если я что-то говорю, например, я говорю, что для меня важно вот это и не важно это, то, да, человек может меня не услышать. Он может не поверить мне, там, еще что-то. Но я, наверное, я подкрепляю своими действиями то, что я говорю. И этим самым ставлю человека перед фактом, что, посмотри, я сказал, и я так сделал. Вот и вам тоже так можно попробовать. У меня складывается ощущение, что вы именно диалогу и именно, вот, принятию вас конкретному человеку придаёте большое значение. Ну, может быть, у вас такая трудность, что вы хотите быть услышаны. Ну, так давайте подумаем, а с чем это связано. И почему вы выбираете таких партнеров, да, которые вас не слышат, ну, или партнера, которые вас не слышат. И, опять же, у меня складывается впечатление, что вот это все вы терпите, потому что он вам помогает. Ну, так признайте тогда, что никакое равенство и никакая значимость не находится для вас на первом месте, а на первом месте находится благополучие финансовое и бытовое. Это неплохо, просто вам для гармонии нужно вот в этом себе признаться. На этом все. Удачи вам. Обращайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok